Всем большой привет! Что-то я подумала, давно в моих руках не было иголочки. Поэтому, вооружившись массажными иголочками, чтобы моей спине было удобнее и легче, я решила вспомнить, что имею кое-какое отношение к вышиванию. Давно не занималась этим делом, поэтому хочется что-то вышить. И, скорее всего, это будет что-то очень такое маленькое, миленькое в виде метрики. Для одной девочки, для одной светлоголовой голубоглазой принцессы. Всем большой привет! Что ты их... Стой, ну какой привет! Ставьте лайк! Да! Вооружившись иголочками праноматовскими, чтобы моей спине было удобнее сидеть, я тут подумала, давно в руках не держала вышивальную иголочку. Ну, наверное, около года, может быть, чуть-чуть меньше. Но вспомнив, что все-таки я имею какое-то отношение к вышиванию, вышивала запойно много и с большим удовольствием. Это было на протяжении более 10 лет моим таким хобби. Я решила, что нужно, что нужно возвратиться к этому занятию. У меня есть еще несколько картин неоформленных, вот, из такой серии, вышитых на гобеленовых основах. Это ждет своего часа. А сегодня, наверное, это будет маленькая такая миниатюрка в виде метрики для одной светлоголовой, голубоглазой девочки. Так как все мои инструменты находятся в другой части света, я купила себе такую канву. Это канва аида хлопковая, довольно-таки неплохая. И купила маленькие пяльца. Вот. Вышивать я буду из остаток ниток, буду подбирать из того, что у меня осталось. И сейчас покажу для начала, что я хочу осуществить, что я хочу сделать. Безусловно, интересные идеи я ищу на сайте Pinterest. Уже несколько делала обзоров того, как я для себя идеи там нахожу, связанные с нашим садом, с нашим домом и так далее. И вот у меня есть альбом. Ну, вот такой вот альбом есть с вышивками. А основной мой альбом, в котором я сохраняю свои понравившиеся идеи, касаемые вышивки, называется у меня «Дамское счастье». Как, в принципе, и все альбомы, связанные с этими вещами в соцсетях. Тут я накачала очень много себе таких вот картинок, которые мне показались интересными. И для себя я выделила вот две. Сначала вот такую маленькую бабочку. Очень милая, очень задорная, очень симпатичная. Может быть, она потом вышится так в качестве бонуса. Для того, чтобы осуществить вот эту идею с метрикой, скорее всего, я возьму за основу вот этого милого ангелочка. Мне кажется, она больше всего подходит, ну и не только мне. Я тут посовещалась со своим приглашенным артистом. И мы выбрали вот такую вот очень милую, очень трогательную, золотую девочку. Вот она есть в таком исполнении, а есть вот в таком исполнении. Чуть-чуть отличается. Вот эту я, наверное, выберу. И сделаю метрику с датами рождениями, со всеми, с ростом, с весом, со всеми атрибутами. И пусть у моей крестницы будет такая память. Поехали! Для начала мне нужно определиться с конвой. Здесь у меня довольно-таки большой кусок конвы. Я посмотрела по работе, она примерно 80 на 80. Сейчас я отсчитаю и посмотрю, отрежу кусок, чтобы мне это не мешало для работы. Путем размышлений и поисков у меня нашлась рамка. Поэтому, чтобы потом не заморачиваться с поиском нужного багета, рамки и так далее. Это хорошая киевская рамка. Поэтому решено было вышивать под размер этой рамки. Естественно, фигурка ангелочка будет расположена по центру. Здесь будут написаны вес, рост, дата рождения, время рождения и, соответственно, имя ангелочка. Я не буду половинить, делить конву, а, ну, в смысле, разрезать ее. А найду вот серединку и начну вышивать с середины конвы. Так, нашла центр. Когда-то я вышивала и сложные работы, которые у меня большие. Я всегда начинала вышивать с левого нижнего угла и шла вверх. Но эта работа маленькая, такая миниатюрная, поэтому вышиваться она будет с середины. Не хочу сейчас высчитывать и вымерять. Конечно, вся конва у меня не уйдет. Но потом для оформления, для загибов, для всего остального ничего страшного. Итак, приступаю. В основном здесь у нас будут желтые цвета для этой работы. Поэтому особо я не буду смотреть в ключ, подбирать не буду уже, исходя из того, что у меня есть. Сейчас выберу себе ниточки и приступлю к работе. Подобрала подходящие для меня ниточки и начну сейчас вышивать. Так как я себя могу назвать уже довольно опытной вышивальщицей, я шью прямо непосредственно с экрана компьютера. Схему я не скачивала, отдельно не перепечатывала. И канву я никогда не разлиновываю. Мне достаточно того, чтобы смотреть на схему. Вот такая вот изнаночка получается. Кое-где получатся вот такие довольно-таки большие стежки на обратной стороне. Ну, я просто не хочу здесь прерывать и ради вот трех клеточек заново начинать новую ниточку. Ну, все. Я думаю, что прямо как весь процесс я шью, показывать не буду какими-то кусочками, если это кому-то интересно. Ввожу иголочку в нижний левый угол и провожу по диагонали. Вывожу из правого нижнего и закрываю в левый верхний. Ох, как же давно я этим не занималась. Прямо аж соскучилась за самим процессом. А то все время вот на эти иголочки перешла. Очень удобно, кстати. Вот такой вот силуэт уже вырисовывается у меня за сегодняшний день. Я думаю, что этого более чем достаточно. Изнанка. Это лицо. Пока так оно еще не совсем понятно, потому что будут контуры обводиться. И это будет такое лицо живое уже почти. Ну, в кавычках живое. Пока оно безликое. Но на сегодня, за несколько часов, вот я проделала такую работу. А вот ни много ни мало, за два дня у меня получилась такая милашка. Я уже начала ее обводить контуром. Мне кажется, очень такая миленькая получается. Ну, довольно-таки схематично, но все равно посмотрим, что получится дальше. Ну, что, работа моя движется. Я даже начала писать имя. Сейчас сниму пяльцы и покажу. Так. Пока написано «Одежда». Нет, ну, девочка наша зовут Надюша. Она Надежда. Но почему так? Потому что я начала писать с центра, с буквы Е. Вышла сюда буквы. И уже в эту сторону пошла с тем, чтобы сцентровать ровно по центру, чтобы у меня получились буковки и имя. Поэтому осталась мне заглавная буковка Н. И имя этой хорошей, прекрасной девочки, этого ангелочка сладкого, будет готово. Вот совершенно таким волшебным образом за три дня у меня вышилась такая маленькая принцесса. Метрика для девочки, которую зовут прекрасным именем Надежда. Это моя крестница, поэтому я с большим удовольствием для нее вышила эту картинку. Значит, будет она в такой рамке. И, естественно, сейчас я постираю, отпарю, отглажу и покажу уже готовую такую красивую работу. Просто промежуточный вариант. Показала. Это ее изнаночка. Вот так. Думаю, что неплохо для такой работы будет память у нее от крестной. Ну вот, пока вышивка еще сырая, я не буду ее натягивать в рамку. Она должна будет остыть, прийти в себя. И потом мы таким чудеснейшим образом это дело все оформим. Практически рамочка это сюда идеально подходит. Отцентруем и подарим красивой девочке. Я сделаю больше фотографий. Кому будет интересно, заходите ко мне в инстаграм или в одноклассники и посмотрите именно фотографии с этой девочкой, с этой принцессой, которая однажды родилась. Все, всем пока-пока. И пусть ваш день будет обязательно добрым-предобрым. Продолжение следует...